Все, кто меня не знает, разрешите представиться. Меня зовут Куранова Аня, мы работаем вдвоем с мужем. В компанию Фаберлик мы присоединились скоро как, три года назад. Это три года будет в ноябре. И сегодня я вам буду рассказывать порядок, часть 14. И, конечно же, предыдущие 13 частей у нас с вами были, уже есть в записи. И сегодня я с вами хочу начать разговор не с той темы, с которой мы закончили, а пять минут потрачу вашего времени на серьезность и осознание нашего бизнеса. Мы недавно смотрели ролик, вебинар чьих-то людей, которые нас ставят в пример. Нас ставят в пример и говорят, что вот, Курановы за два года вышли на хорошие выплаты, что отстроили структуру 200 тысяч баллов и так далее, и так далее. И вы знаете, после этого ролика меня начали очень сильно теребить люди и просить проводить им платное обучение. Ну, конечно, я отказала, мне это ни к чему, и я зарабатываю хорошие деньги, и я уже не хочу ездить куда-то обучать, быть спикером. То есть я не хочу отходить пока от команды. Может быть, потом когда-нибудь мне захочется. Но суть в том, что недавно также я узнала, что в одной из наших феточек говорят, что Конана выучат работать неправильно, Конана выучат работать нехорошо. И мы будем обучаться вот у тех, кто там деньги, да, деньги как бы зарабатывает нормальными методами, там, грубо говоря, без спама, только на бренде или еще что-то, да. То есть вот почему-то так получается, что на самом деле нас приглашают, уже начали приглашать в разные проекты, просят за деньги преподавать, а наши новички, даже бесплатно некоторые начинать не хотят. И вот у меня такой к вам вопрос, да, пока людей мало на вебинаре, да, у меня такой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, ценно ли вам мое обучение, и чем-то оно вам помогло сдвинуться? Сколько у вас регистраций от начала обучения было? Что у вас изменилось в вашей жизни? Вот мне это очень сейчас хочется узнать, потому что очень интересно, так сегодня, да, такие были новости, что как-то в моем мышлении что-то перевернулось. Вот. А какие у вас результаты после моего обучения? Вы применяете то, что я вам советую, или просто слушаете, может быть, у вас нет результата? Угу, 8 регистраций, отлично, отлично, помогает, ценно, да. То есть вот вы знаете, просто как-то вот в интернете начали говорить, что метод спама это плохой, я никогда не буду считать рекрутинг спамом. Рекрутинг это не спам, рекрутинг это возможность дать людям новую хорошую жизнь, возможность стать директором на дому при свободном графике, да. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, вы предлагаете возможность бизнеса, не зовете людей в игры или в пирамиды, да, там всякие бинары, еще что-то бывает, да. То есть вот это вот сейчас нужно обязательно понимать, да, всякие там какие-то опционы, еще что-то, да, конкретно я не знаю названий, но посмотрела про все это по центральному телевидению и поняла, что это очень сильно несерьезно, вот. Я, кстати, тоже оттуда, Оль. Порядок в голове, да, все по полочкам, Вика. Вот. И вы знаете, когда мы начали работать, да, еще раз повторюсь, это практически на каждом вебинаре я повторяюсь, что когда мы начали работать, мы с 6% начали проводить вебинары и тем самым начали пиарить свой рост, да, то есть на каждом вебинаре я рассказывала, сколько к нам людей пришло, вот это вот все, да, я поздравляла свою команду, да, то есть подавала списки на поздравления Татьяне Сафроновой, Татьяна Сафронова вела вебинары, я вела через день по полтора часа обучения для своей команды, я постоянно была с ними рядом, то есть я сама научилась рекрутировать и учила рекрутировать уже свою команду, чтобы у них все получалось, да, то есть тем же самым мы сейчас с вами и занимаемся, да, но раньше новичков мы не учили создавать свой бренд далекие два года назад, да, я почти три года в компании, в ноябре было три года, вот. Что хочется сказать, почему не учили, да, потому что очень многие новички говорили, ой, я не смогу снимать видео, ой, я боюсь звонить и так далее, и так далее, и мы просто не стали на новичков надавливать и говорить, нет, ты должен провести вебинар, нет, ты должен рассказать, что ты заказываешь, да, а сейчас мы просто запустили три каталога назад ряд конкурсов, я увидела, что у нас в команде очень много смелых, классных, позитивных людей, которые на самом деле желают рассказывать, желают говорить, но им просто это никто не предлагает, да, вот. Я поняла, что запустив ряд роликов, что у нас в команде огромное количество умничек, умников, которые вот на самом деле делают отличные ролики, на самом деле снимают и продвигают себя очень-очень хорошо и очень востребованные требованные становятся на канале Ютуб, и очень многие пишут, что Аня, у меня вот сегодня была регистрация с Ютуба, как отрабатывать, да, то есть начался накопительный эффект, но, конечно, мы с вами также разговаривали, что выложив видео на канал Ютуб, вам надо под это видео выложить ссылки на свои брендовые странички, ссылки на свои группы, ссылку на регистрацию, да, чтобы все ссылки были именно ваши, и когда человеку есть какие-то сомнения, да, он проходит по ссылке под вашим видео, допустим, вашу группу, а там вы поздравляете свою команду, да, пусть вы на 6%, но вы поздравили всех 3% в своей команде и всех ВИП-консультантов, и у вас уже есть результат, да, то есть и лидер, да, человек, да, кандидат на регистрацию, который сомневается в вас, да, все-таки люди идут не на компанию, люди идут на человека, да, мы с вами это уже обсуждали, вот, и, конечно же, они видят ваш результат, видят, что вы работаете, что вы внимательны, и тогда после этого они уже к вам приходят. Вот скажите, вот все эти 14 частей, сегодня 14-я часть, понятно ли вам, вот, суть того, что я вам пытаюсь передать, что раскрутка своего бренда очень важна. Вот, да, то есть простые видео на Ютубе, они у вас так просто не пойдут, но если у вас есть группа, которую вы ведете, да, допустим, у меня на Ютубе есть ссылка на группу ВКонтакте, на группу в Одноклассниках, да, на брендовые странички Facebook, Viber, да, то есть у меня там есть Viber, WhatsApp, Telegram, номер телефона, да, Instagram есть страничка, ссылочка. Давайте я вам сейчас вышлю последний ролик, и вы просто под этим последним роликом посмотрите, да, просто под этим последним роликом посмотрите все, что я там, ой, так, минутку, все, что я там пишу, какую аннотацию, да, то есть я пишу, не бойтесь, нажимайте на ссылочку. Личный бренд – это пассивный рекрутинг, ну, как сказать, как только вы перестанете этот бренд поддерживать, да, вот я недавно обещала одной девушке в комментариях выложить видео по новинкам тринадцатого каталога, прошу прощения, забыла, кошмар какой, да, да, по новинкам тринадцатого каталога, и она ждет, и она переживает, и она мне в личку написала, и потом еще так человек 15-20 мне в личку написали, Анна, мы ждем видео, где оно у вас, да, как вы видите, вот, вот у меня новинки все тринадцатого каталога, я их уже заказала по ВИПу, я их уже разложила, но руки не дошли их отснять, да, то есть я получила заказ позавчера по тринадцатому каталогу, по ВИПу именно, да, и, конечно же, я понимаю, что меня народ ждет, меня народ зовет, и ваша цель сейчас раскручивать свой бренд так, чтобы вы были востребованы и интересны, и оригинальны, да, то есть не повторять слово-слово, за своим наставником, за нами, еще за кем-то, а именно быть оригинальными и рассказывать свои мысли, да, рассказывать свои мысли, вот. Как в ОК и ОК вставлять свои видео? Так, сейчас смотрим, да, это демонстрация экрана, вот мой канал Ютуб, я копирую со своего канала Ютуб ссылку, иду в группу, сейчас я пройду в группу, долго грузится из-за демонстрации экрана, нажимаю на свою группу, да, и вот таким вот образом я делюсь, тут я уже поделилась, но вы можете тоже поделиться, пожалуйста, вот новинки 12-го каталога, я могу нажать подпись, отправить, да, смотрим, также я могу поделиться на свою страничку друзьям и подписчикам, сейчас мы зайдем на мою страничку, также очень легко я могу поделиться в сообщество, да, вот это интернет-проект Фаберлик Онлайн, это наше сообщество для продавцов, для покупателей, да, я думаю, им будет интересно посмотреть новинки 12-го каталога, да, и давайте зайдем на мою страничку в соцсетях, сейчас я зайду, вот моя страничка, и вот тут вот, как вы видите, это видео смотрится, да, то есть из группы, да, вот таким вот образом, это мы сегодня снимали светящиеся кроссовочки у Ирины Менчиковой на сыне, да, то есть в инстаграме, ссылочка у меня тоже есть, вот, пожалуйста, вот таким вот образом мы сегодня, посмотрите, в каком шоке ребенок от продукции Фаберлик, он даже не может в них ходить, он сидит их и просто рассматривает, он их просто трогает, да, это... Вот, до какой степени наша компания Фаберлик прям на шаг впереди всех. Делиться нужно именно своими роликами, именно своими роликами, да, моя команда делится своими роликами уже с зарегистрированными людьми, которые уже не пойдут никуда регистрироваться, у них уже есть рек-номер, это приветствуется, но если вы делитесь моими роликами на страничке, которые у вас для рекрутинга, тогда это не надо, тогда это не надо делать, нужно обязательно вам именно свое видео, именно свое видео снимать, еще что-то, да, я вот минуту на инстаграм это видео сняла и выложила, минуту, да, ровно минута. Вот, поняли, да, сейчас, что я имела в виду, вернемся с вами к презентации, вернемся с вами к презентации и продолжим с вами вебинар, и также мне хочется сказать, что для любителей проходить платное обучение флаг в руки, да, это во-первых, во-вторых, даже если вы разовьете крутой кулинарный бренд, или там про футбол бренд, или еще что-то, нужно его как-то связывать вам вот потом с компанией Фаберлик, и люди идут на результат, если в вашей структуре нет доказательств, что у вас есть какой-то результат, то бренд, я не знаю, как он у вас будет работать, вы это понимаете? Вот просто хочется поговорить с теми, кто любит платить за обучение, да, если вам хочется платить, пожалуйста, платите мне деньги, и я буду между вашей командой разыгрывать на эти деньги призы. Вот, вот тут очень важно понимать, что если у вас нет результата, да, большого какого-то, допустим, вы не директор, вы даже не лидер 15%, вы только начали, вам все равно надо рекрутировать, и все равно вам надо доносить привилегии от компании Фаберлик, вам выплатила, ну кошмар какой, все равно вам надо доносить привилегии от компании Фаберлик для того, чтобы вы могли, грубо говоря, что-то создать, понимаете? Как вот учат, создавайте, допустим, там какой-нибудь там кулинарный, да, и вот готовьте на кухне и показывайте, как вы чистите мисочки, средствами от Фаберлик, да, вот, вот, это ваш бренд, и что вы сделаете с этим брендом, да, как вы его будете развивать, продавцов будете, да, для себя, ну, конечно, если найти 60 продавцов, которые будут в вашей команде делать по 50 баллов, всех зарегистрируете под себя в первую линию, как некоторые учат, да, вы будете получать 40 тысяч, но человек прошел стартовую программу, откололся, и у вас получается пожизненный, бесконечный рекрутинг. Мы же с вами сейчас изучаем правила построения, которые ведет нас на уровень драгоценного директора. Вот, я думаю, все суть связи сейчас поняли, да, когда мы с вами строим ветками, вы быстро выходите на драгоценного директора, и ваш 5-процентный бонус, он уже не под такой угрозой, если вы работали со своей командой, как вот эти вот бесконечные, да, и вы начинаете получать квалификационные бонусы, поездки от компании, да, то есть я вас зову на новый уровень жизни, а не просто на новый уровень выплат. Да, но нужно брать, делать и не лениться. Ключевое слово не желать, а делать, да, видели такую фотографию? Ж зачеркнуто на Д, переправлено, делай, а не желай. Вот, Света, тут дело не в том, что со мной, не со мной, дело в том, что, как понимаете, когда я начала этот курс, я с вами хотела поделиться вот этим вот ростом, который на самом деле дал мне результат, более чем 200 тысяч баллов мы выстроили менее чем за 2 года. Вот, чтобы такой результат выстроить, менее чем за 2 года, надо на самом деле очень много работать. И вот сейчас мы практически, практически не рекрутируем, но к нам все равно народ приходит. Вот Светочка Шрейдер, да, к примеру, уже пришла ко мне на бренд, она уже пришла ко мне на результат, но она так же, как я, да, сейчас рекрутирует поначалу, чтобы создать свой результат и пиарить свой бренд. Понимаете? Оля Лапина, да. Вот это вам нужно обязательно понять, что если вы на 0% пойдете и будете развивать свой бренд, как вы его разобьете? Вот, ну все. Я желаю вам быть, как вам даже сказать, дальновидными. Я желаю вам, чтобы вы понимали, что нужно идти не за красиво говорящими теоретиками, а за людьми, у которых есть результат. Да, я понимаю, что на каждого человека есть свой спикер, да. Я не всех достаю своими мыслями, я не всех достаю своим результатом. Кому-то кажется, что это заоблачно, кому-то кажется, что можно было бы и лучше, еще что-то, еще что-то. Но на нашем проекте очень много спикеров, которые развивают свой канал Ютубы, и к ним тоже приходят люди. Допустим, Светлана Спиридонова, Евгения Клочкова, Ольга Дубяга, Ольга Пенина, да, понимаете, ну, у Оли Пениной молодой канал, да, молодой канал только набирает обороты. И создать свой бренд – это огромнейший труд. И будете ли вы создавать свой бренд, получая нули, да, получая копейки? Конечно же, свой бренд лучше всего создается одновременно с рекрутингом, да. Тут видео сняли, тут постгруппу выложили и пошли порекрутировали, нашли одну регистрацию. Вы растете, да, за год у вас и бренд развивается, и вы открываете новое звание, да, какое-то хорошее, классное новое звание. Директор, старший директор, серебряный директор, да. Вот, вот это нужно понимать, что идти нужно одновременно, да. Вот, если, к примеру, вы хотите дойти просто до уровня директора, вам можно ничего не делать, просто рекрутировать, спокойно рекрутировать, и знать, что вы и через 10 лет будете рекрутировать, и через 20 лет вы будете рекрутировать, но вы будете дома, да. То есть тут тоже есть плюс. Плюс, есть плюс в том, что вы будете дома, вы будете работать при свободном графике, вы будете сами себе начальники, и это тоже очень ценно. Вы знаете, никогда не пойму людей, которые обсуждают тех, кто сидят на агентских пунктах годами на директорах. Вы знаете, какой у них товарооборот? Вы знаете, какая у них зарплата? У них зарплата, вот, за обороты агентского пункта, плюс за их структуру, у них зарплаты более там 200-300 тысяч. На самом деле они хорошо зарабатывают, и они не чувствуют себя бизнес-леди, они чувствуют себя хозяйками своих офисов, понимаете? И пусть они годами сидят на старшем директоре, пусть они сидят, но они тоже хорошо зарабатывают, и им так нравится зарабатывать, понимаете? Вот в чем суть. Да, мне больше нравится зарабатывать через интернет. Я не люблю сидеть на одном месте долго, да. Я ЕГЗА, я провела вебинар, я уже побежала туда, побежала сюда. Да, я провожу созвон, я с телефоном 8 кругов могу на телефоне, по квартире отмотать, да. Ну, я такая. Вот, я не могу там, да, то есть кто-то может и кто-то хочет, и кому-то нравится быть хозяйкой своего офиса. И это тоже старший директор, он может быть разный, да. Вот есть старшие директора, у которых, допустим, есть веточка наставника, и 2000 баллов Бока не отстроили, и они зарабатывают 20000, да. А есть, допустим, старший у нас директор в команде, такой как Оленька Дубяга. Вы знаете, сколько она зарабатывает? Она зарабатывает, зарабатывает, ой, прошу прощения, по-моему, 80000 каталог, если я сейчас не ошибаюсь. Я видела ее распечатки, я забыла, да, и это уже огромные деньги. Почему старшие директора на одинаковых уровнях зарабатывают по-разному? Потому что у каждого своя личная группа, да, у каждого, да, 50, да, Светочка, спасибо, спасибо, да. То есть получается, что вот у нее такая здоровенная личная группа, что она на самом деле очень хорошо зарабатывает, да, и ей не то, чтобы звание важно, как важна ее команда, с которой она работает, еще что-то, еще что-то. Но, кстати, у Оли вот уже куча веток по 12%, и, конечно, когда эти ветки станут директорами, она может резко открыть рубина, да, понимаете? А если у нее резко 6 веток выйдет на директора, она резко открывает бриллиантового директора, да, тоже как бы результат потихоньку, но резко высокое звание получит, да, то есть вот это тоже нужно понимать. Вот, поэтому каждый растет по-своему, и тут как бы сравнивать, да, на том проекте хорошо, на этом проекте плохо, нет, нужно сравнивать привилегии проектов, понимаете? Если уж на то пошло, сравнивать привилегии проектов, что дает наш проект, что дает их проект, чем у нас лучше, чем у них лучше, то есть вот это, вот эти вещи нужно сравнивать, а не методы, методы рекрутинга, да. У нас вот, допустим, есть директора, которые только рекрутируют, только на теплом рынке, у них интернет не идет, но они зарабатывают в нашем проекте, потому что знают, что мы с ними рядом всегда. Какой-то вопрос, я сразу звоню, понимаете? Что-то не получается, я сразу звоню. И иногда люди, находящиеся рядом друг с другом, не могут так тесно общаться, как, допустим, мы общаемся со своими, там, директорами, новичками, понимаете? Вот, самое главное, не стесняйтесь, обращайтесь к своим директорам, и расстояние – это абсолютно не помеха. Абсолютно не помеха. Вот, ну что ж, 20 минут поговорили с вами об этом, о моих наблюдениях таких, да, сегодняшних, о моих выводах, и мне хочется сказать, что раз есть результат, раз есть 200 тысяч баллов менее, чем за два года мы набрали, значит, оно работает. И работает хорошо. Самое главное – делать, желать и делать, а не желать, 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 да. Вот, ну что ж, поехали с вами дальше. На прошлом вебинаре мы говорили с вами о блокировке страничек, о том, что странички – это расходный материал, то же самое, что проезд, допустим, на автобусе до работы, да. Это то же самое. Вам нужно добраться до своей работы с помощью своих страничек, и чем их больше, тем их лучше. Да, минимальное количество страниц – это по 50 в каждой соцсети. Но работать с них не надо ежедневно, с них надо работать с 10 страниц раз в 5 дней, да. То есть получается, если у вас 50 в ВКонтакте и 50 в Одноклассниках, вы работаете сегодня с 10 в Одноклассниках и с 10 в ВКонтакте. И это у вас должно войти в привычку. И чем чаще вы делаете такой охват людей, тем быстрее у вас получится охват людей, да, в 300 человек за 2-3 часа. Есть такие люди, которые делают быстрый охват. Есть. И их очень много, их много, их десятки, которые успевают сделать такой охват и найти регистрации. Вот. Далее, значит, что еще хочется сказать по блокировке. Муж у меня рекрутирует. Ему, он боится потерять сноровку, я же от рекрутинга уже отошла. И, конечно, какие-то проблемы, я иду к нему и говорю, вот у меня девчонок заблокировали, да. Что он говорит? Значит, Аня, может быть, у них одна и та же фотография на всех страничках стоит, да. Одну страничку блокируют, блокируют все остальные. Может, у них одна и та же ссылка через один и тот же сократитель на всех страничках стоит. Заблокировали одну, заблокировали остальные. Может быть, они посылают одинаковые картинки, одинаковые фотографии, еще что-то, еще что-то проанализируют, да. И, знаете, сюрприз в том, что 90% жалующихся людей на то, что у них блокируют странички, у них страничек меньше 50, и они не выдерживают интервал. Год назад на вебинарах активного роста я учила людей работать с 10 страниц раз в 5 дней. Сейчас я учу работать с 12 страниц раз в 5 дней. Смена IP у вас не помеха. Допустим, сегодня вы отработали, да, 3 странички в Одноклассниках, 3 странички ВКонтакте, 3 странички в Фейсбуке, 3 странички в Инстаграме, да. IP вообще тут можно не менять в таком случае, да. Вы порекрутировали в 4 разных соцсетях 12 страниц, и вы сделали охват 300 человек в день, да, понимаете. Одноклассники начали уморозить. И вот смотрите, в чем преимущество хороших страничков. На прошлом вебинаре я тоже говорила о том, что в страничке расходный материал, чем у вас их больше, тем лучше. Вот, тогда смену IP. Тогда смену IP, Ольга. Тогда можно, 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 если IP меняете. Вот, значит, что получается. Требует телефон номер, не хочет без него пропускать почту Google. Наталья не разбиралась, у меня еще не блокировали пока странички. Вот, 2 месяца назад мы создали пачку новых. Еще старая есть, которым больше года. Вы знаете, пока не блокировали, не восстанавливала я те страницы, которые через Google создавала, если честно. Вот, а что со вчерашнего дня, Наталья? А, со вчерашнего дня. А, ну если так, то ничего страшного. Можно за 5 рублей на смсвк нет. Самый дешевый сайт, смсвк нет. Вот, там, по-моему, да, там самый дешевый. Вот, значит, далее. Давайте с вами поедем далее. Меняем текст, да, то есть, такие слова, как акция, подарок, работа, фоберлик, еще что-то, да, то есть, русские буквы все на английские поменяли, визуально не видно. Также меняйте название страничек, код странички, да, меняйте. И можно ее, допустим, открыли PowerPoint, растянули, все, она у вас новая. Или, допустим, если вы создаете через PowerPoint картинки, да, то там вам можно просто поменять, допустим, одну фотографию свою на другую и поставить, и у вас картинка уже будет новая. В мае много страниц. Оксан, вот тут я не подскажу. Может быть, ты IP поменяла, переехала или еще что-то. У меня все страницы просили пароль, когда мы переехали. Мы восстанавливали странички, мы все спотели, если честно. Потому что Мурогинский IP и Кировский IP и у нас просили. Да, далее, конечно же, о чем хочется с вами сегодня поговорить, это самое главное препятствие, это, конечно, с нашей сомнения. Недавно разговаривала с девушкой, она уже на 15%, но она, грубо говоря, не работает. Я ее начала спрашивать, вот мы с ней созванивались месяц назад, прошел месяц, она звонит опять. Я начала спрашивать, ты мой курс прошла? Нет. Ты шаблон переписки изучила до конца? Нет. Мы с тобой сколько на проекте? Год. Ты кому-нибудь звонишь после регистрации? Нет. А у тебя есть регистрации? Нет. А почему у тебя нет регистрации? А потому что мне некогда рекрутировать. И тут такой вопрос. Скажи, пожалуйста, зачем ты мне позвонила, если ты за месяц не начала ничего делать? Да, то есть и девушка задумалась, да, девушка задумалась, и я ей сказала, если тебе нужны эти деньги, если ты пойдешь уже это делать, то ты это начинай делать. Я увижу результат, я буду рядом с тобой. Я говорю, я не увижу результат, я прошу просто больше не тратить мое время. Вот мы с ней так уже поговорили. Первый раз хорошо, второй раз хорошо. На третий раз, да, это все было в течение года. На третий раз я уже с ней поговорила точно, что ей нужно делать, что ей нужно посмотреть. Но на четвертый раз я уже начала холодно общаться с человеком, потому что человеку говоришь, он не делает, он хочет, но не делает. У нас таких хотящих на проекте очень много, которые хотят, но не делают. Ну вот даже вот на работе по найму, да, вот допустим, ну давайте я вспомнила свою бумажную фабрику, как я работала за станком. Если бы я не работала за станком, бумаги туалетные было бы взяться неоткуда. Да, я стояла на брачных рулах и как раз делала вот эту массу, которая потом поступала наверх на сетку, и с сетки уже крутились рулонные бумаги, и там уже все это паковалось и шло на продажу, да. Экспорт, импорт, да, ой, импорт, прошу прощения, да, то есть на экспорт тоже наша бумажная фабрика очень много работала и так далее, и так далее. Что получается? Получается, что если я это делать не буду, то звено-то уже нарушено, да. Звено уже нарушено и уже бумага получится не та, да, или я наложу не того типа бумаги, и сверху бумага не получится, она уже не пойдет на продажу, она пойдет в брак, на переработку обратно, да. То есть смена, грубо говоря, кажется отработана лишняя, да, то есть идет сбой, сбой в производстве пошел, да. То есть я должна работать или меня уволят? В нашем сетевом бизнесе у нас с вами есть мощные преимущества. Мы можем пропускать свои рабочие смены, да, мы можем ездить, отдыхать. Нас никто не держит, да, но все же, пока вы не сделали результат, пока ваша команда не самостоятельная, вам ее бросать нельзя. Это вот такой негласный закон, который вы не видите, может быть, вы не ощущаете, но ваша команда, она все равно пришла на вас, и вам надо быть с ней рядом, бумажник, да, Лилия, вот, и вы понимаете, пока вас нет рядом со своей командой, ею никто так хорошо не займется, как вы, да. И, конечно же, вот эти вот сомнения какие-то, пропал, появился, пропал, появился, волну с такими сомнениями нельзя поймать, да, то есть мы с вами, помните, говорили, поймали волну, что такое поймать волну? Вы нашли человека на регистрацию, добавили его в чат, потом второго, потом третьего, потом эти люди начали рекрутировать, тут же вы в этом чате крутите странички, рассказываете по продукции, каждый каталог поздравляете кого-то с новым уровнем, кого-то с подтвержденным уровнем, люди видят, что вы работаете, люди видят, что это работа, что это серьезная работа, и их дело, начальная работа, их дело переходит в бизнес, да, когда уже получается, что вы создаете и бренд, и рекрутируете одновременно, вот это очень важно сейчас понимать, вот. И, конечно, ежедневный рекрутинг в соцсетях по два, по три часа, плюс посещение вебинаров по часу полтора часа, да, это неотъемлемая часть, если вы хотите зарабатывать хорошо. Вот мы тоже, опять-таки, с другим человеком общались, уже не с той девушкой, а с другой девушкой, тоже вчера мы с ней созванивались, я у нее спрашиваю, сколько ты хочешь зарабатывать? Она, ну, для начала 200. Ага, хорошо, сколько ты сейчас зарабатываешь на своей работе по найму? Она говорит, 16, если с подработкой 27 вот тут получила. Я говорю, хорошо, отличная цель, ты хочешь зарабатывать, да, получается, в пять раз больше, чем на работе по найму. Очень хорошо. Скажи, пожалуйста, кем ты работаешь, да, она, я продавец. Я говорю, ты получала образование или тебя так просто взяли? Оказывается, у нее образование товаровед. Вот она, она товароведа училась три года, она платила за это обучение, она не работала во время этого обучения, да, то есть и потом она пошла работать, да, продавцом, чтобы ее потом протолкнули в товароведы. Понимаете, какая длинная история? Я говорю, сколько лет ты работаешь продавцом? Она говорит, два года я работаю продавцом. Отлично. Лет через пять, да, через три года тебя, может быть, повысят в товароведы, потому что у тебя есть образование. К чему я вам сейчас клоню? Сколько зарабатывает товаровед? Напишите мне, пожалуйста, может, в магните, может, там еще где-то. Сколько зарабатывает товаровед? Ваше мнение. Вот мне девушка сказала, что товаровед у нее зарабатывает 32 тысячи. Да, 45, 20, 30. Ну, да, если Москва, то, понятно, там он может и все 100 получать товаровед. Если, конечно, там города, которые подальше от Москвы, там товаровед зарабатывает меньше, да, то есть вот такая вот, 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 да, то есть она это же самое сказала. А, 400 рублей, РБ, да, это Беларусь у нас. Ага, вот, что получается? Она училась три года, да, чтобы зарабатывать вот эту планку, да, планку. И вот мы с ней вчера объяснялись, что тут обучаться тоже обязательно надо, и чтобы перешагнуть вот эту планку, не нужно никого ждать, не нужно никому подсиживать, просто нужно много делать каждый день. Чем быстрее ты хочешь перешагнуть эту планку, тем больше в день времени ты можешь уделять. Кто-то работает час в день, кто-то работает 12 часов в день. Есть разные люди, есть разные стремления, есть разная вера в себя, разная вера в проект, в компанию, да, кто-то не понимает отличия официально-легально компании от какой-нибудь там пирамиды, да, понимаете, кому-то лень вникнуть. Но все равно мы должны до каждого это все доносить, все эти привилегии, понимать, что мы с вами можем зарабатывать намного больше, чем на работе по найму. Но если мы с вами хотим зарабатывать больше 200 тысяч в месяц, хотя бы, да, минимально вот эту планку вчерашнюю, да, я в пример девушке привела, то, конечно же, вам надо обучаться. Пусть это обучение бесплатное, но если на самом деле на проекте очень много людей, которые уже, да, зарабатывают эти деньги, то можно их и послушать, да. Нужно обучаться, пусть это бесплатно, но оно принесет вам результат, если вы будете это делать, если вы будете это повторять. Год и доход 40 тысяч, вот, вот. Я в компании год 720 получаю. Это что, белорусские рубли или русские рубли? Ну да, София, да, да. Хоть деньги бери, да, с каждого по рублю брать. Вот смотрите, 126 человек на вебинаре, 126 рублей с вас собрать, чтобы обучение ценили. Да. Ну что ж, поехали с вами дальше. Значит, мы с вами сейчас должны понимать, что нам с вами нужно минимально по рекомендациям дать себе 3 месяца интенсивной работы. 3 месяца – это 4-5 каталогов, да, 4-5 каталогов. Это не мало, это не мало, и вы должны уделить этому времени, да. Если вы уделите, так, минутку, косяк, забыла выйти из моего агента, да. Если вы будете выделять меньше этому времени, то и доход ваш, который вы мечтаете, будет отдаляться. Но если он будет отдаляться, это не значит, что его не будет в конечном итоге, да. То есть вот смотрите, допустим, взять, вот если элиту Фаберлик, да, то, к примеру, у нас есть такая вот, в элите Фаберлик Мария Мумарова. Она открыла тоже международного директора, у нее тоже открыта квалификация на международного директора, да. И она сделала это звание, по-моему, за 4 года, не буду, да. То есть тоже это звание сделала или за 5 лет. Вот боюсь соврать, боюсь соврать. Вот, да, то есть получается, в чем суть? Чем больше вы работаете в день, тем быстрее ваш результат. Но работайте, а не смотрите картинки в соцсетях, никуда не уезжаете, да, то есть вы рекрутируете. Как у меня получилось? У новичка не получается рекрутировать. Мы с ней рекрутируем, мы ходим в регистрации, активируемся баловым заказом. У нас все хорошо, новичок начинает создавать странички и становится потихоньку лидером. Все здорово. Она рекрутирует одна без меня, у нее ничего не получается. Почему? Потому что она сворачивает. Она выделила себе 3 часа, поставила будильник, да, и все эти 3 часа она там картинку посмотрела, тут картинку посмотрела, да, и вместо 300 охвата она сделает 50 или 20. Почему? Потому что нету контроля свыше. Но тут контроля свыше. Вы не дождетесь, самим себя надо пинать, да. Грубо говоря, если уже вам не нужны эти деньги, то вы тогда сами себе в них признайтесь, да. А если они вам нужны, то, конечно же, работайте, зарабатывайте, и мы всегда будем с вами рядом, всегда будем вас обучать, всегда будем вам советовать и, в принципе, создавать отличные условия для роста. Вот, вот это вот, конечно, очень важно понимать, что на работе по найму, на работе по найму отличные условия для роста вам никто не создаст, да. Вас будут подсиживать, чем вы выше. Да, поверьте, я была заведующей продуктовым магазином. Я знаю, что это такое, да. Вот, и там начинается стукачничество, друг друга подсиживают, а она-то вот, смотрите-ка, да, то есть я прозевала, да, хлеба оказалось меньше, чем нужно, остался, да, допустим, только батоны, белый хлеб, там, бородинский хлеб, а обычно у черного хлеба не оказалось на витрине, да. То есть я звоню на нашу пекарню, говорю, срочно мне там 20 лодков хлеба, срочно вышлите, я не рассчитала. Они говорят, а мы уже знаем, нам уже доложили, да, то есть вот, понимаете, такое, вот у нас такого нет, да, то есть открыв директора, ну да, точно, да, у нас такого наоборот нет, открыв директора, вас будут хвалить, вам будут давать чек на сцене, вам дадут премию 55 тысяч русских рублей, ну, если вы на территории своей страны, вам дадут на территории вашей страны, то есть тут абсолютно все по-другому, да, то есть ваш наставник будет реветь от счастья, что вы вышли на директора, что вы начали хорошо зарабатывать, потому что от вашего роста зависит наш рост, это благодарный бизнес, все, что вы вкладываете в своих людей под собою, в каждого человечка, да, в вип-консультанта, в простого покупателя, в продавца, в лидера, да, который собирается выйти на директора, на драгоценного директора, это все вам потом награждается, да, бизнес взаимный, вы рады зарплате, да, грубо говоря, и ваш лидер понимает, что без вас он бы не вырос, и он бы так хорошо не зарабатывал, причем ваш лидер может легко вас в зарплате и в звании обогнать, понимаете, да, желание, самоконтроль, он очень нужен, важен, и вам никто не придет и не скажет, так, ты сегодня не работала, а смотрела картинки в соцсетях, я тебя лишаю месячной премии, нет, нет, понимаете, самоконтроль должен быть, ну и, конечно, хочется с вами поговорить о терминации, у нас с вами терминация идет на четвертый каталог, когда лидер зарегистрировался, он, ну, это уже последняя у нас с вами тема, 40 минут с вами сидим, да, а если у вас вопросы по предыдущим слайдам, дорогие коллеги, я не спросила вас, нету вопросов, да, все, хорошо, да, и сейчас мы с вами поговорим именно о терминации, именно о том, что очень часто спрашивают, вот у меня, там, у девчонки, которая зарегистрирована в другой структуре, да, там, хочет зарегистрироваться мама, так вот это уже называется перерегистрацией, да, то есть нужно обязательно знать, что если кто-то из близких родственников человека, который к вам регистрируется, просится в компанию Фаберлик, то это перерегистрация, это во-первых, во-вторых, что такое терминация, да, то есть это как бабайка, которую боятся, но на самом деле это такая смешная ерунда, когда компания просто чистит свои структуры от неактивных людей, да, чтобы был порядок, чтобы был порядок, допустим, Антон, мы уже все, мы уже заканчиваем, да, вот, и что хочется сказать, если, к примеру, вы зарегистрировали новичка к себе в структуру, и он три каталога подряд не делал заказов, и на четвертый каталог он уже терминируется, да, и вот смотрите, вот этот вот период, что хочется вам сказать, если вам хочется удержать своего новичка, вот этот третий, да, период, он уже в распечатке окраснеет красным цветом. 19, Татьяна, 19, про второй вид терминации я вам расскажу позже, тут просто слайд, который еще не переправили на сайте Фаберлик, не переживайте, просто нового слайда пока там нет, компания Фаберлик меняет свои условия быстрее, чем, да, чем слайды, да, на третий период вашему новичку все равно положена акция новичка, он может ее сделать, перерегистрации, после терминации только, вот тут вот, как его номер исчезает из сообщества, он уже вот в четвертом периоде может регистрироваться, и на самом деле у нас есть такая вещь, как, допустим, новичок при регистрации забывает ввести регистрационный номер, и наставник, вип-консультант, под которого попал новичок, может отказать в переводе под вас, вашего человека, и этот человек сидит и три периода ждет терминации, чтобы потом к вам опять-таки попасть, именно к вам на проект, именно зарегистрироваться, да, то есть такие случаи уже не редкие, случаев, наверное, 10 таких было, когда, да, такая ситуация была, но вот что мне хочется сейчас вам сказать, на третий период, человеку все равно положен подарок по акции новичка, подарок по акции новичка, вот, даже если он покраснел, даже если он уже терминируется, вот, после того, как он терминируется, его можно заново регистрировать в любую из структур, любую из структур, и, конечно же, у нас с вами еще есть терминация за неактивность, когда лидер пришел, и 19, прям тут напишу, да, и 19 периодов подряд, он не сделал ни одного заказа после своего первого оплаченного заказа, он тоже так же терминируется. Скажите, если у вас вопросы по терминации, время, но желательно часик после терминации подождать, чтобы, ну, как сказать, система, чтобы обновилась, и чтобы не произошел нахлест, часик, часик надо подождать. Так, все понятно, дорогие мои, да, и, конечно же, поговорим с вами об очень важной вещи, когда мы с вами начинаем, развиваем свой бренд, ставим свой бизнес, конечно же, чисто идти, чисто это очень важно, да, то есть, почему, потому что чем вы будете выше, тем вы ближе будете к компании, и ситуации бывают всякие разные, вот у нас недавно была такая ситуация, я вот вам честно признаюсь, да, приведу пример, меня аж трясло, трясло, потому что случилось невероятное, под меня, под конец каталога, это было пять каталогов назад, зарегистрировалась женщина за четыре дня до окончания периода, и сделала 3000 баллов за четыре дня, я не могла понять, кто это, что, она на связь не выходит, трубку не берет, я звоню по людям, отвечают абсолютно другие люди на сотовый телефон, да, и тут получается, что, оказывается, эта женщина решила перейти в нашу структуру вместе со всей структурой своей, то есть, за четыре дня под меня провели 34 перерегистрации, вы представляете, вот такой случай у нас получился, я даже вот эти 9000 бонусов, которые я получила, я их обдала в центр, в наш центр Кировские дороги и добра, сразу же, я их только получила за эту горе-работницу, я сразу же их взяла и отнесла, я говорю, это не мои деньги, это не мои деньги, я их брать даже не буду за эту структуру, да, вот, через сообщество, вот, конечно, я написала в обратную связь и сказала, вот такая женщина, прошу ее проверить, потому что у меня подозрение, что она сама по себе перерегистрировалась, да, я тогда не знала, что это менеджер АП, что она перерегистрировалась и перерегистрирует под меня свою структуру с огромной скоростью, прошу проверить, да, это все началось в четверг, в понедельник у меня стерли уже этого человека из структуры, да, стерли и мне позвонили и меня успокоили, что мне ничего за это не будет, что они мне доверяют и что все хорошо, вот до какой степени ценно, если вы собираетесь долго сотрудничать с компанией Фаберлик, если вы хотите зарабатывать 200 тысяч, быть в высоком ранге, да, то вам, конечно же, нужно начинать свой бизнес, свет ку-ку, я бы еще жестче о ней сказала, ку-ку, ку-ку это мягко сказано про таких людей, да, вот, и, конечно же, тут дело в том, что компания мне на слово поверила, что я такое сделать не могла, я им просто позвонила и сказала, боже мой, берите от меня их, это кто, это кто, почему они со мной не общаются, да, вот всякие случаи бывают, ничего она не поимела, она поимела терминацию обоих номеров, потому что она это проделала уже два раза, со мной это был второй раз, вот, самое смешное, что вы сейчас должны понимать, что начало чистого сотрудничества с компанией, это очень ценно, когда компания вам доверяет, когда вы от одного, да, то есть, когда вы сами, да, вот вы нашли перерегистрацию в своей структуре, первое написали о том, что у вас перерегистрация, и вам ничего не будет, и вам еще и плюсик в карму со стороны компании, она будет знать, что вы сдаете перерегистрацию, и вы это не приветствуете, и компания вас уже будет уважать за это, вот не от мира сего, это тоже мягко сказано, у меня такого нигде еще никогда не было, и когда мы в Москве собирались с элитным составом, я этот случай рассказала, вы понимаете, люди просто перестали пить, говорить, жевать, они смотрели и не понимали, вы представляете, что это было, они такие, ого, да, то есть вот, да, то есть вот получается, то, что вот на самом деле, ни у кого такого даже не было, кому бы я это не рассказала, все удивляются, и тут очень важный такой случай произошел, да, вот такой в моей жизни, что компания встала на мою сторону и даже думать не стала, даже думать не стала, а по идее, перерегистрации, это если вас поймают, на вас накатают жалобу о перерегистрации, это получается первый раз предупреждение, второй штраф, сейчас или 50, или 100 процентов объемные скидки забирают, или третье, это уже удаление номера, да, вот, но, допустим, у вас получилась перерегистрация, которую вы не знаете, да, и которую вас поймали там через год, к примеру, да, у меня была одна такая дамочка, дала другую дату рождения, другую почту, другой телефон, да, то есть, ну, все другое дала, и выросла у меня до 15 процентов, я ее вывесила, поздравить на доску подсчета, бац, и все, ее поймали, на нее написали заявление, я была в шоке, ревела она, ревела я, да, то есть, ну, все равно, мы уже подружились, мы уже как родные, и что получается, получается, что мне выписали предупреждение, да, мне выписали предупреждение, но потом через время с меня его сняли, с меня его сняли, потому что я больше не делала такого, и я даже не знала, что я это делаю, вот в чем суть, да, то есть, я тоже звонила, я все рассказывала, говорю, ну, как, как, вот, как, вот, да, Просто спрашивайте, просто Александра, просто спрашивайте в личку перед регистрацией. У меня это предложение прям вставлено в мою переписочку, в мои шаблончики. Подскажите мне, пожалуйста, да, то есть человек скинул данное, вы говорите, ваши данные приняты на регистрацию, подскажите мне, пожалуйста, зарегистрирован ли кто-то у вас из близких родственников компании Фаберлик. Все, да, время не прошло. Ой, ну уже долго, я тогда была старшим директором, по-моему. Да, тогда была старшим директором. Леночка, да, не смогла тебе позвонить, да, просто, да, на самом деле некогда сегодня было, но ты не переживай, я тоже до тебя доберусь, Леночка, тоже до тебя доберусь. Вот. Но если человек меняет свои данные, как он будет потом открывать ИП? Он просто не откроет ИП, понимаете? Тут же, понимаете, белый доход. Вот вы пришли на работу с чужим паспортом, да, что вам скажут? Тут то же самое. Вы Фаберлик открываете ИП, и вы идете, как у вас идет пенсионный стаж, начинает идти. Как вы потом вот это вот состыкуете? Да? Никак. Так, поэтому, конечно же, желательно, если есть какие-то ошибки в фамилии, имя, отчество, или девушка вышла замуж, да, то есть поменяла фамилию по мужу, все это отправлять в обратную связь вместе со скрином своего паспорта. Да, скажет, что дурачок. А кто страдает? Я вот не страдала. Ну, Виктория, понимаешь, все равно нужно людям доверять. Все равно нужно людям доверять, верить, да, вот. И понимаете, большинство людей, да, даже 90% людей, они честные. Они честные. Что делать новичкам для того, чтобы их не удалили из-за ошибки? Это как, Ольга? Может, дети, мама, папа, да. Да, да, да. Оля, переформулируй вопрос, мне непонятно. Но если человек не знает, ничего страшного, всякое бывает. Если он не знает, что его родственники зарегистрированы, но вот вы знаете, в основном или регистрируются для продаж, или для покупок для себя, или регистрируются для бизнеса, все равно мои родственники, все узнали сразу, мгновенно, что я в Фаберлик. Все узнали. Так. Но если не общаются, тут уже, мне кажется, крайний-крайний случай. Если она не смогла зайти в свой личный кабинет, может быть, она неправильно вводит пароль или еще что-то. Пусть она введет свой регистрационный номер и нажмет кнопочку «Забыли пароль». И ей пароль придет или на сотовый телефон, или на почту, которую она вбивала при регистрации. Все будет хорошо. Восстанавливайте пароль, заходите и делайте заказ. И номер у этой девушки будет активен год, и она будет примерно каждые три каталога делать заказы по-желтеньким. Я просто читала, Костя. Если сестра где-то зарегистрируется, а вы уже зарегистрированы, она будет считаться перерегистрацией НИВЫ. У вас все будет в порядке. По заявлению, если вы терминируетесь, то после терминации по заявлению нельзя регистрироваться год. То есть, то же самое, если, допустим, вы не делали заказов с номера полгода. Получается, у него через полгода уже будет терминация. Если он напишет заявление на терминацию, то у него не полгода остается ждать, а год. Да, то есть, вот таким вот образом. Давайте, давайте, задавайте вопросы. Слайд важный, нужный, полезный, чтобы все об этом знали, чтобы все у вас было хорошо, чтобы выросли чисто, уверенно, шли на результат, не оглядывались назад. София, смотри, если, к примеру, ты ждешь свою подругу, она полгода не делала заказов, то ей остается до терминации полгода. До терминации за неактивность от компании. Если она напишет на терминацию от себя, от своего имени, к примеру, да, то у нее после того, как ее удалят, ровно 19 периодов отсчитывается, и только тогда, после удаления, она может регистрироваться. Мы чистые, мы чистые. Вот, 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 я просто пример первый привела. С 14 лет на Украине, по-моему, с 16 можно. В России с 14 лет. Ой, ну, вы знаете, Кристиночка, обычно девчонки в 14-15 лет хотят денег сразу. И мне объясни, что такое бизнес. Ну, попробуйте, попробуйте. У нас была девушка 14 лет. Я ей все скинула, все объяснила. Мы с ней созвонились. Я говорю, позови свою маму, знает ли она. Мама подошла, говорит, я все знаю, все. Я, говорит, вас видела, все хорошо, я вам доверяю. Хорошо. Начали мы с ней работать. Прошел где-то месяц. Она нарегистрировала, не знаю, человек, наверное, 50. Ни один человек не сделал заказ. Я ей опять набираю. Говорю, где-то успела столько людей найти. Она, я перерегистрировала какой-то там, по-моему, восьмой Б, девятый Б и девятый В. Поняли? Просто перерегистрировала. Там никто не собирался делать заказы. Она думала, что она сейчас найдет кучу людей и будут ей деньги. Я опять ей давай все рассказываю. Говорю, зави свою маму. Говорю, ваша дочь вот так, так, так и так. Она, говорю, не поняла суть бизнеса. Может быть, говорю, вы ей объясните. И мама тут сказала, говорит, я в это ввязываться не буду. Я начальница какого-то отдела. Я очень занята. Я получаю хорошие деньги. Она хотела попробовать, попробовала. У нее не получилось. Пусть не работает. Да, то есть мама не стала разбираться. А я с ней сидела-сидела. У меня ничего не получается. И вы знаете, я вот как-то вот не стала больше регистрировать детей. Да, от 16 лет человека я еще рассматриваю. Но никак не 14 лет. 14 лет это еще ребенок, который только получил свой паспорт и радуется, что он стал взрослым. Я понимаю, что сейчас у нас на проекте есть люди и 30, и 40 лет, которые тоже почему-то не работают, а рассматривают картинки в соцсетях. Да, но они хотя бы понимают суть бизнеса. И они понимают, что если они начнут работать, у них будут деньги. Молодежь, она этого не понимает. Так, еще хочу вопросов. Согласна, 20 лет тоже несерьезно, гулянки на уме. Но в 20 лет у них опять огромное желание, всякие разные. И вот тут я с вами поспорю. У меня есть одна девушка, которая работает, ей 20 лет, и она вышла на 12% уже. Причем под нее наставница людей не регистрирует. Это девушка с моего поселка. Вот. Ксения Капустина. Умница и красавица. Бьется одна. Удаляется та сестра, которая зарегистрирована позже. У меня дочка пришла. Удаляется та сестра, которая зарегистрировалась позже. Так, ну что ж, дорогие коллеги, какие-нибудь есть у вас еще вопросы? Купили, Леночка, купили. Мы с Леной созванивались. И Лена... Так, бьюти-бокс пошел в ход. Новинки пошли в ход. Да, и Лена... Вика прям при Лене фен сломала. Давайте с вами сделаем выводы. Да, дочка 100% папина. Мною просто воспользовались. Не ответили на мой вопрос. Во вкладке «Вопросы» Аня, добрый день. Порекомендуйте для удобства разместить 150 страниц в браузере. Можно раскладывать страницы в трех разных браузерах. То есть, смотрите, у нас с вами получается браузер Амиго размножается. Ну и всякие такие, да, Яндекс, Google Chrome размножается, да. То есть, вы можете наразмножать, да, этих браузеров. И получается, что у вас будет 150 страниц разных браузеров. Но тут я смотрю, у вас 50 одноклассников, 50 в ВКонтакте и 50 в Фейсбуке. Прошу прощения, да, за малыша. Да, 50 в ВКонтакте и 50 в Фейсбуке. Что получается? Нужно создать 25 Яндексиков, 25 подхромиков и в них разложить по три странички в каждой соцсети. Так, второй вопрос от Екатерины Кузнецовой. Места на мини-ассамблею есть. Сейчас скажу, сейчас скажу. Даже вам покажу людей, которые едут. Да, покажу вам людей, которые едут. Пожалуйста, смотрите. Сейчас, сейчас. Так, дальше, значит, пойду во вкладку «Вопросы». Там был большой какой-то, длинненький вопрос. Нелли Кучерова. Кучерова. Я зарегистрировала человека на бизнес. Сейчас выяснилось, что у нее родная сестра зарегистрирована. Как быть в этой ситуации? Написала в обратку. Сами что скажете? Что мне будет за это? Если, Нелли, ты написала первое, тебе ничего не будет. Не переживай, ничего не будет, все хорошо. А там уже они сами решат. Близкие родственники считаются мама, брат, сестра, муж, дети. И все, и все. Да, свекровь, свекровь, они уже не близкие родственники. Анна, если вторая ветка не активировалась с заказом, строим сразу третью. Алла, можете строить сразу третью, если совсем некуда. Можете пристроить человека веточку наставника. Нашли ребенка потерянного, да? Потеряли, бегали, наверное, искали, красавицу мою. Да, если вторая ветка не активировалась с заказом, да, строим сразу третью. Можно третью, можно попросить веточку наставника, если регистраций мало, да? То есть, если у вас, конечно, есть 10 регистраций в каталог, то можно потянуть 2 ветки по 5 в каждую, да? То есть, чтобы, если у вас 2-3 регистрации в каталог, вы 2 ветки не потянете. Обе ветки у вас будут очень медленно расти, потому что люди под собой будут меньше видеть роста. То есть, волна с маленьким количеством регистраций не будет поймана, да? Помните наш с вами вебинар «Как ловить волну?» Кто был на этом вебинаре? Поставьте плюсики, я буду знать, что вы этот вебинар посмотрели. Наташа, не надо, не надо много Яндексов делать. Делай несколько, несколько. Все браузеры так размножаются, практически все, кроме Мозилы. Все, вижу плюсики, хорошо, да? Да, то есть, волну ловить нужно обязательно, без сомнений. Так, вопросы 11, да? Так, если места есть на мини-ассамблее. Если по ВИПу прилетают родственники, полностью, полностью с вас снимаются все ответственности, Леночка. Спокойно обучают его человека, как делать заказ, как работать, все будет хорошо. Но если ты это выясняешь, то просто пишешь в обратную связь, что вы под меня зарегистрировали человека, близкий родственник, у которого уже был зарегистрирован в компании. Прошу рассмотреть это, да? То есть, все. Так, я сестра двоюродная подруга, потом мама только. Двоюродная сестра – это не родственник, не близкий. Анна, порекомендуй, как ты выбираешь города для рекрутинга. Я не выбираю города для рекрутинга, я даже страны для рекрутинга не выбираю, поэтому у нас с вами получилась международная структура. Да, то есть, это Кононовы, да? Кононовы, Кононовы такие безбашенные, решили не выбирать ни страны, ни города, ничего. Просто мы работаем методом по группам. Мы заходим в различные группы, абсолютно без разницы, какие. Лишь бы там сидело побольше людей, и они были популярны. Даже в сетевые группы мы заходим. Мы везде заходим, понимаете, да? То есть, и там рекрутируем первые две странички, три пролистываем, и уже в глубине ищем людей. Вот. Аня, я сообщение писала выше под... Елена Кельмин. У меня девушка хочет зарегистрироваться на бизнес, но у нее зарегистрированы мама и сестра в Фаберлике. Если они напишут заявление... Нет, нет. Если они напишут заявление на терминацию, то девушке вашей нужно ждать год после их терминации, и только потом можно регистрироваться. Будет перерегистрация? Будет. Насчет мамы. Она у меня в глубине зарегистрирована, а не в первой линии. Свет, отпишись в обратную связь, но по идее ты ничего не нарушила. Мама в твоей структуре. Мама в твоей структуре. Просто напиши, скажи, что вот так получилось, что я не знала, и так вот мама зарегистрировала глубину. А потом я узнала, что нельзя, да, то есть можно ли мне там маму оставить, да, к примеру. Как не добавить с разных стран одних и тех же людей в группах? Наверное, с разных страничек одних и тех же людей. Я с разных страничек рекрутирую в разных группах. Когда я вступаю в группу, я смотрю, чтобы группы не соприкасались на страничках между собой. Анна Консультант из Молдовы. Так, как не добавить с разных стран? Так, Анна Консультант из Молдовы. 500 рублей на заказ тоже начисляет. Там молдавские леи. Скорее всего, вам нужно написать в обратную связь, потому что у меня есть только по Белоруссии, по России и по Украине новости. По Молдове новостей на почту мне не приходило. Группа рекрутинга. Это какая часть? Аня, напомни моему вебинару. Так, не помню сейчас часть. Не помню часть вебинара, честно скажу. Оля Дерябина. Так, Людмила Ананьева. Так, Анна, порегументуй. Как ты выбираешь? Так, ответила. Я себе так ответила. Аня, еще раз спрошу насчет мамы. Она у меня в группе. Светочки ответила. Так, Аня, у вас очень полезные вебинары. С удовольствием вас смотрю. Спасибо большое. Если бы еще пораньше их смотреть, а то у нас уже час ночи. Хорошо, я поговорю с директорским составом. И мы, скорее всего, если будет удобно, то на 6 часов вечера. На 6 часов вечера могу перенести, но раньше никак. Никак не получается. А если по ВИПу прилетает? Так, все, все. Так, тут вопросы у нас пошли. Анна, ответьте на мой вопрос. Так, Анна, я, наверное, глупый вопрос задаю. Я делаю подхром. На нем делаю страницу в ОК. Уже 43. Сколько? Столько подхромов нельзя? Оль, можно. Можно столько подхромов, но больше просто не делай. Иногда подхромы могут слетать. И вот это вот не очень-то приятный такой нюанс, когда ты наделала много, они перепутываются, открываются только один. Это бывает сбой кромов, если ты устанавливаешь какую-нибудь программу, которая меняет международный IP или еще что-то, или еще что-то. Поэтому старайся, допустим, создать Яндексиков, там Амиго, там еще что-то, еще что-то. Все браузеры одинаково работают, быстро, хорошо, просто разнообразь. Анна, а пригласительная открытка, где указывается сумма дохода, она какая, если валюта везде разная? Люд не поняла. Это ты по вебинар-ольге Дубяги, спрашиваешь? Я, к сожалению, пропустила вебинар-ольге Дубяги. Ну, у меня, понимаете, очень редкие жалобы, что хром слетел и под всеми браузерами открывается один, и те странички пропали. Очень редко бывает такой сбой, просто я вам рассказываю, что на моей практике он встречался, ну, за два года, всего раз пять, но он был, поэтому. Был, вот, Виктория, да, вот, я как раз этот сбой имела в виду, что лучше всего делать 25 там, 25 там, 25 там, и тогда уже вы будете знать, что у вас все будет хорошо. Маленькое размноженное количество хромов сбой точно не дает. Одновременно быть на связи со всеми страницами. Ну, тут Даша Пахильчук вам рекламировала вчера Кейт Мобилл ВКонтакте, да, Мобайл, Кейт Мобайл ВКонтакте. Она вам рассказывала про него, пожалуйста, да, смотрите. И теперь, конечно, обязательно, Вик, не бойся, в Яндексе точно такого не бывает. В Яндексе 100%, никто ни разу не жаловался, в Кроме жаловались. Вот ты, четвертая или шестая, я уже сбилась, ну, есть, это единицы. Вот. Анна, я пропустила вебинар, и такое бывает. Как одновременно быть на связи? Оксаночка, и на компьютер можно еще установить программку КВИП. У Ольги Дубяги есть по ней вебинар. Если нужно, я запрошу Ольги Дубяги запись и раскидаю по чатам, чтобы все посмотрели. Да, то есть, все есть, все есть, работай, сокращай свое время для работы, чтобы все у тебя было хорошо. Еще есть программка Имплюс, Имплюс, по-моему, да, там тоже как-то собирается все, но я ее не пробовала, но на моем YouTube-канале, в разделе различной программки, помогающей работать через интернет, эта программа отснята лидером, который ей пользуется. Люд, ну вот тогда вот этот Имплюс попробуй, Кейтмобил, может быть, есть. А, вроде для телефона, ну, там, в принципе, как вам сказать, даже если он для телефона, он все равно удобен, да, то есть, я вот очень часто, да, мне пишут сообщения, да, в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Скайпе, я захожу, да, и я просто, просто вот открываю, да, окошечка с перепиской, любое, и я просто вот, знаете, могу вот, видите, есть вот тут вот такой, как, не знаю, ой, вот такая вот тут штучка есть, да, маленькая, не видно, да, отсвечивает, да, ну, ладно, маленький такой микрофончик, который дает возможность напечатать сообщения, да, то есть, ВКонтакте, в Одноклассниках я очень часто, чаще всего отвечаю именно с телефона, мне нравится. Ну, сегодня у нас такая с вами не очень-то такая классная тема, потому что мы с вами говорили о терминации, о перерегистрациях, но для надежного бизнеса, чтобы компания встала на вашу сторону, не дай бог, что-то у вас случится, да, вот как у меня был случай, да, компания даже не колебаясь стала на мою сторону, и низкий поклон компании за ее доверие, и, конечно же, это доверие я сама в компании заслужила, когда все до единой перерегистрации, отправляла назад, удаляла людей, как бы они ни ревели, ни просили их оставить, я все равно удаляла людей, и никогда ни одну перерегистрацию в своей структуре я не оставлю, мне без разницы, на каком уровне человек, если я узнаю, я пишу, и вам советую то же самое. Где смотреть, что означает статусы в отчете, какие вас буквы интересуют. А попробуй ему, Вика, позвонить, попробуй ему позвонить, набрать, скинуть смс-ку, найти его в вайбер, ватсап, телеграм, не обязательно писать только на почту. Оксана не смотрела, не смотрела это видео, им плюс, честно тебе скажу, не смотрела. Если ВКонтакте, то там только через Кейт Мобил, а если в Одноклассниках, то один. Так, Людмила, она не вырос, а Аня, говоришь, работать по группам, а пригласительная открытка, где указывается сумма дохода, она какая, если валюты вести разные? Про волну в двух словах я не могу, потому что я рассказывала целый час про нее. Прости, Люда, но лучше пересмотреть просто весь курс целиком, чтобы сложилась мозаика в голове. Это вебинар, не запутаться на середине курса, а разложить работу по полочкам. Так, очень похоже на Квип. Сколько так, все, когда-нибудь взламывали страницы в Одноклассниках? Да, но я успевала менять пароль. Взламывали, да, было дело, и рассылали от меня всякую чушь, и денег просили, и все такое, но никто, слава богу, не пострадал. Ну, как сказать, это гости, это моя родня, это мой вице-директор, который выходит на старшего вице-директора, Ирина Менчикова, это спикер нашего проекта. И, конечно же, Ириночка тоже ведет и вебинары, и все, и Ирина у нас уже с трех часов гостит, и она у нас остается с ночевкой, приехала с тремя своими дочками, и моя четвертая, и у нас сегодня, конечно, очень весело, и вы знаете, Ирина тот человек, который никогда не обидится, потому что она работает вместе со мной в одной структуре. Она не обидится никогда. Поэтому я и не тороплюсь. Ну что ж, за час мы с вами тему разложили, да, тему перерегистрации, тему, что такое спам, что такое не спам. Мы с вами также поговорили о платном и бесплатном обучении, да, то есть я думаю, что этот вебинар был для нас с вами полезен. Ну что ж, останавливаю запись.